Иногда с генетикой человеку очень везет, а порой рождаются люди, которым просто невероятно везет в этой случайной лотерее ДНК. Эти люди наделены навыками и природными талантами, которые не поддаются пониманию. Привет, друзья! С вами, как всегда, профессор Гуглов. Не забывайте подписаться на канал, кнопка находится вот здесь. Также не забывайте поставить, естественно, лайк, ну и предложите в комментариях следующую тему для видео. Готовы встретить уникальных людей? Тогда смотрим это видео! Джоти Амджи 27-летняя Джоти Амджи весит всего 5,5 кило, а ее рост составляет 60 сантиметров. Джоти, родившаяся в Индии, самая маленькая в мире женщина. Мир узнал ее благодаря роли крохотной циркачки Маппетит в сериале «Американская история ужаса». А в 2020 году девушка стала героиней проекта «Экстраординарные люди». Сейчас Джоти решила переехать из Индии в США, чтобы продолжить свою актерскую карьеру. Ее мама Ранжана призналась телевизионщикам, что на родине девушку почитают как богиню. Но Джоти не верит, что она богиня. Она хочет быть актрисой и ведет себя соответствующе. Цитирует маму Джоти СМИ. Девушка родилась с карликовостью, состоянием, когда еще в утробе матери все органы человека формируются меньшего размера, чем обычно. Редкое генетическое заболевание сильно ограничивает Джоти. Девушка даже не может выйти на улицу одна, потому что на нее могут попросту наступить. Поднимать большинство привычных нам предметов Джоти тоже не может. «Я не могу повернуть кран, открыть дверь, не могу просто сама отправиться в уборную, и куда бы я не захотела пойти, меня надо нести туда», – описывает свою жизнь актриса. Джоти получила образование в сфере моды и всеми силами старается не одеваться как ребенок. Но это бывает нелегко, в магазинах ей подходят только вещи для трехмесячных малышей. Ларри Гомес Ларри Гомес является отличным примером того, как довольно необычная внешность может из проклятия стать настоящим счастливым случаем. Мужчина родился с генетической аномалией, из-за которой 98% его тела покрыто довольно густыми волосами. Не так давно Ларри был признан самым волосатым человеком на планете. Его необычный внешний вид всегда был карой мужчины. В детстве Ларри страдал от насмешек окружающих. У него были проблемы с девушками, а устроиться на работу было настоящей проблемой. Одно время мужчина работал в цирке вместе со своим братом. Однако со временем они поняли, что такой вид заработка нет для них. Но в один прекрасный момент о мужчине узнали в Голливуде и предложили ему сниматься в различных проектах. Режиссер Трэвис Хоффл лично прилетел с другого конца страны в родной город Ларри, чтобы встретиться с этим необычным человеком. С этого момента жизнь мужчины изменилась. В 2011 году Ларри женился, и у него родился сын, который по воле случая не унаследовал мутацию отца. Знакомые друзья отмечают добродушный и позитивный характер Гомеса. Он отличный семьянин и больше не стесняется своей внешности, которую многие даже не считают отпугивающей. Франциско Доминго Жоаким Невероятные трюки ртом может вытворять уроженец Анголы. 20-летний молодой человек по имени Франциско Доминго Жоаким вытворяет поистине шокирующие вещи мышцами лица. Пару лет назад на ютубе появилось видео, главным героем которых стал Анголец. Ролики стали жутко популярны среди интернет-пользователей. Немногим позже Франциско стал героем всемирно известной книги рекордов Гиннесса. Его род назвали самым большим в мире. К примеру, рекордсмен запросто может засунуть в свой род банку из-под Кока-Колы. А на одном из конкурсов гигантских ртов, который проходил в Италии, Франциско Доминго Жоакима при всех подтвердил свою репутацию. Поместить в собственный род бутылки, кофейные чаши и тарелки. Правда, не одновременно, а по очереди, конечно. И в этом испытании у молодого человека достойных конкурентов не оказалось. После этого был измерен род Франциско. Он составил ровно 16,99 см. Хазбулла Магомедов Хазбулла Магомедов из столицы Дагестана Махачкалы – парень, который живет в теле ребенка. В прошлом году он стал знаменитым. Но сам блогер не гонится за популярностью. У него совсем другие планы на жизнь. Из-за неизвестной болезни 18-летний Хазбулла выглядит не старше 5-летнего ребенка. Врачи не могут поставить диагноз и не знают, как помочь парню. У Хазбуллы не только внешний вид ребенка, но также и голос, смех детский. В 2020 году друзья Хазбуллы решили снять юмористический ролик с его участием. Видео получилось интересным, попало в ленты городских пабликов и очень понравилось подписчикам. Поэтому парень продолжил сниматься и выкладывать ролики в ТикТок и Инстаграм. Практически сразу же он обрел там бешеную популярность. Парень не мечтает о карьере звезды. В его планах учеба. Рассказывая о своей жизни, Хазбулла признался, что его особенность никак не отражается на здоровье организма. Единственная проблема – он быстро устает, когда нужно много ходить. В остальном же парень живет обычной жизнью. Ренсена Харлоа Бат Девушка по имени Ренсена Харлоа Бат, или просто Рен, обладательница самых длинных в мире ног. Ее рост 206 сантиметров, а из них 134 сантиметра приходится на ноги. 29-летняя Рен родом из Монголии, но сейчас вместе с родителями живет в Чикаго. Высокий рост – одна из отличительных черт ее семьи. И отец, и мать девушки ростом 180 с лишним сантиметров. По словам Ренсена Харлоа, самая сложная в жизни с большим ростом и длинными ногами – это поиск одежды. И особенно обуви. У девушки 47-й размер ноги. В обычных магазинах найти подходящие вещи для Рен практически невозможно. Поэтому она уже давно перешла на онлайн-шоп. Давайте в комментариях посмотрим, у кого какой размер ноги. У меня 42-й. Какой у вас? Пишите в комментариях. Еще одна большая неприятность в обладании высоким ростом – дверные проемы. Девушка признается, что частенько задевает их головой. Как бы не нагибалась. Как вспоминает Рен, уже в первом классе она была одного роста с учительницей. Тем не менее, в школе из-за роста над ней не смеялись. Но девушка все равно чувствовала внутренний дискомфорт и неуверенность в себе. Постепенно Рен научилась любить себя и свои длинные ноги. И теперь не упускает возможности их продемонстрировать. Ю Цзян Ся Ю Цзян Ся – обладательница самых длинных ресниц, что зафиксировано в книге рекордов Гиннесса. Уроженка Китая является рекордсменкой с 28 июня 2016 года. Тогда самая длинная из ее ресниц равнялась 12 сантиметрам 4 миллиметрам и находилась на верхнем веке левого глаза. Однако удивительные ресницы девушки не прекращают расти с годами. И недавно ей был установлен новый рекорд – в 20,5 сантиметров. Все ресницы Ю Цзян Ся невероятно длинные. Причем этому феномену нет никаких биологических или медицинских объяснений. «Впервые я осознала, что мои ресницы начали расти в 2015 году. Они продолжают медленно расти, становясь все длиннее и длиннее», – рассказывает Ю Цзян Ся. Женщина посещала разных специалистов, чтобы узнать, почему ее ресницы значительно длиннее, чем у других людей. Врачи по сей день не могут этого объяснить. Однако Ю Цзян Ся ничуть не расстроена своей особенностью. «Я так запыталась найти научные причины, такие как гены или что-то подобное. Однако ни у кого из моей семьи нет таких длинных ресниц. Так что это невозможно объяснить», – добавила китаянка. Со временем Ю Цзян Ся склонилась к мысли, что ее длинные ресницы могут быть результатом божественного вмешательства. Женщина называет их подарком Будды. Айяна Уильямс 60-летняя Айяна Уильямс из Техаса, которая занимается дизайном ногтей и владеет собственным маникюрным салоном, давно хотела попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Для осуществления своей мечты женщине понадобилось 23 года. Уильямс удалось отрастить ногти длиной 57 сантиметров каждый. Для этого Айяна ежедневно пользовалась отвердителем и акрилом. Когда цель ее была достигнута, женщина подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных ногтей среди женщин. И своего добилась. Теперь Уильямс является мировой рекордсменкой. «У меня была мечта, и она сбылась. Я преподала пример своим детям. Для достижения цели требуется мужество, дисциплина и терпение. И тогда все получится. Теперь я популярна и узнаваема». Для ежедневной очистки своих ногтей от грязи Уильямс использует антибактериальное мыло и щетку. Теперь же американка планирует отращивать ногти еще и на ногах, из-за чего ходить ей придется всегда в открытой обуви. «В целом ногти не доставляют мне дискомфорта. Я делаю все то же самое, что и обычные люди. Готовлю, убираюсь, делаю себе прически и укладки. Не очень удобно только надевать брюки». Этибар Ильчиев Этибар Ильчиев – гордость Грузии. Житель этой страны официально удостоен медали рекордсмена Книги рекордов Гиннесса в 2012 году. Бывший тренер по кикбоксингу побил мировой рекорд по количеству металлических ложек, одновременно удерживаемых на теле с помощью собственного магнитного притяжения. 50 ложек сразу. Этибар Ильчиев показал и другой фокус. Силой своей энергии он смог удерживать в течение полуминуты 14-килограммовый капот с сидящим на нем 90-килограммовым мужчиной. «Это не только я такой. Вся наша семья обладает большой энергией. Мать, сестра, племянники. Даже у моего сына есть необычная энергия. Такой дар должен быть в роду. Лично я не тренируюсь, ничего не делаю». Рассказывал Этибар Ильчиев собравшимся. На кадрах любительской съемки видно, что Этибар в родном селе практически ежедневно ставит рекорды. К его телу прилипают утюги и кастрюли и сковородки. Но жизнь человека-магнита полна и неприятных сюрпризов. Он не может пользоваться сотовыми телефонами. Под воздействием внутренней энергии мобильники в кармане разряжаются в считанные минуты. А наручные часы мгновенно останавливаются. Вот это, я понимаю, не повезло. Хотел быть магнетто, но не получилось. Друзья, возможно, в комментариях вы также расскажете о своих суперспособностях. На сегодня все. С вами был профессор Гуглов. Подписывайтесь, ставьте лайк, если понравилось видео. Ну и, конечно, смотрите другие. Субтитры сделал DimaTorzok